На самом деле, я думаю, что это такое достаточно ординарное решение. На фоне других проблем, которые существуют в нашей стране, это вообще явление малозначимое. Но конкретно по этому вопросу я хочу отметить, что такая практика существует в целом ряде стран, в том числе развитых стран. Единственное, что там к этому вопросу подходит немножко тоньше. То есть там есть отработанные механизмы, которые позволяют добиться того, что те, кто хочет иметь красивый номер, они просто перечитают деньги в бюджет. То есть деньги не уходят мимо. Наверное, не стоит рассказывать вам, как сейчас эти номера красивые, откуда они берутся и сколько за них платится. Единственное, что жизнь отработала некую систему, насколько я знаю, где разные номера стоят по-разному. То есть три одинаковых буквы одна цена, там две одинаковых буквы другая, три одинаковых цифры третья, три семерки, там совсем большая цена. То есть там есть некая разумная логичная градация. Другое дело, что эти деньги идут в карман конкретным сотрудникам правоохранительных органов, которые это делают. Если государство предложит вменяемую схему, когда, скажем, номер 777-77 будет стоить не столько, сколько будет стоить какой-то более-менее заурядный номер с двумя круглыми цифрами, то тогда люди на это пойдут. Если же это будет по одной цене выставлены номера совершенно, что называется, разного качества, то это будет просто другой уровень коррупции. То есть что-то будет платиться в бюджет, а что-то опять же будет платиться кому-то там в руки.